МЦУ Самары МЦУ Самары направила сообщение в работу администрации промышленного района. После этого причина утечки была обнаружена, определена подрядная организация для устранения аварии. Ремонтные работы завершены, водоснабжение в доме восстановлено. За октябрь на платформе Incident Management было зафиксировано более 5000 сообщений от горожан, из них отработано порядка 4800, информирует телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Продолжается прием документов на предоставление путевок по программе «Мать и дитя» детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении в санаторно-курортной организации, расположенной в Самаре, пишет телеграм-канал городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Право на получение путевки имеют дети-инвалиды в возрасте от 4 до 17 лет включительно. С октября этого года внесены изменения. Дети-инвалиды участников СВО обеспечиваются путевками в первоочередном порядке. Подробную консультацию можно получить по телефону 33207-64. Народов много, страна одна под таким лозунгом. 1 ноября стартовала всероссийская акция «Большой этнографический диктант». Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Акция проходит не только в реальном режиме, но и в онлайн-формате. Ссылку публикует телеграм-канал Ленинского района.